Всем добрый вечер! Я Александр Сёмочкин. К пятнице мы подготовили для вас всё самое лучшее. Смотрите сегодня в тележурнале. Как увлечение шитьём сделать образом жизни и по какому принципу работает сегодня частное ателье. Премия ТОП-50 обещает стать одной из верных примет наступающего лета. Перепрыгнув из осени в начало отпускного сезона, редакция журнала пригласила на церемонию главных городских героев. Астровечеринки, музыкально-поэтические вечера и нестандартные экскурсии в музей городских легенд. Как историческая усадьба на Галактионовской становится центром притяжения нетуристических экскурсионных маршрутов. К пятнице мы подготовили для вас всё самое лучшее. Уже с этого года премия ТОП-50 обещает стать одной из верных примет наступающего лета в Самаре. Перепрыгнув из осени в начало отпускного сезона, редакция журнала пригласила на церемонию главных городских героев. Культуртрейгеров, просветителей, спортсменов, бизнесменов и людей, бескорыстно делающих добро. Сегодня их 50, но многие из оказавшихся на премии хорошо помнят, что когда-то всё начиналось с 30. 13 июня в регионе в седьмой раз подвели итоги премии ТОП-50 самые известные люди Самары и Тольятти. Награды победителям вручили в летнем театре Струковского парка. Подробности прошедшей не церемония в нашем следующем репортаже. Седьмой год премия ТОП-50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти собирают оффлайн самую широкую аудиторию. Бизнес, спорт, искусство, представители социальной сферы города. И каждый год для награждения номинантов редакция выбирает самые нетривиальные городские места. В этом году, идя по питерскому следу не церемонии, вручение заветных статуэток решили провести в летнем театре Струковского парка. И даже перешагнув из осени в лето, традиционные итоги премии подводились в сентябре, редакция осталась верна своей главной истории. Вот первооткрывателями и тех людей, которые мы будем сегодня представлять, ведь многих город не знает. И наши цели и задачи представить именно новых совершенно номинантов, а в данном случае еще лауреатов, потому что мы награждаем всех 50. Не станем скрывать, но этот факт стал приятным удивлением для большинства номинантов. Чтобы найти самых достойных за несколько месяцев до выручения наград, журнал провел не один круглый стол с экспертами. Именно они выбрали 50 победителей. И все же премия ТОП-50 это далеко не про награды, скорее про историю, про то, чем живет город и про то, на что порой необходимо обратить внимание. Это популяризация и баскетбол, и того вида спорта, который я представляю. И в лице, в моем лице я представляю всю нашу команду, которая стала чемпионом Суперлиги, поэтому приятно. И от лица всей команды, и от себя лично большое спасибо за приглашение. На наших глазах в этом году формировалась новая история самарского баскетбола. И есть что отметить. Кстати, по словам организаторов, в этом году среди лауреатов много новых, совсем юных имен. Есть новые имена, есть совсем юные ребята, которым еще даже нет некоторым 18 лет, но которые за этот год какую-то такую гору свершений сделали. И мы считаем, что мы не можем обойти стороной такие вот это Сандра Фрокенберг. Например, такое новое лицо самарского джаза. Вообще, Антон Поехали, молодой художник, тоже заканчивают школу в этом году. Каждый герой премии участвовал в творческой съемке. Увидеть ее можно на страницах издания. По итогам работы команды, журналы и решения экспертного жюри был выпущен коллекционный номер, где и были собраны все имена. Мы придерживаемся 50, потому что нам не хватает и 50, мы готовы награждать 100. Что касается номинантов, мы полюбили их всех, пока мы готовили этот номер и брали у них интервью. Какое-то чувство, что ты делаешь это не зря. Это не то, чтобы признание, что я такой знаменитый, нет. А это подтверждение, что ты идешь правильным путем и город тебя поддерживает. Мне кажется, это самое главное. Сегодня ТОП-50 это уже бренд, хотя все помнят, что все начиналось с 30. Главные городские герои по-прежнему актуальны. Культуртрейгеры, просветители, спортсмены, бизнесмены и люди, бескорыстно делающие добро. Ну а главное, каждый победитель по-своему меняет облик областной столицы. Превращая Самару в город, в котором хочется жить. Когда речь в женской компании заходит о подборе хорошего гардероба, обсуждение всегда касается выбора аутлетов или соответствующих брендов. В качестве альтернативного варианта поднимается тема частного ателье, которое выполнит пошив индивидуального изделия. По нашему мнению, этот вариант заслуживает большего внимания, чем гонки по заграничным аутлетам и мониторинг скидок брендовых салонов. Как увлечение шитьем сделать образом жизни? По какому принципу работает сегодня частное ателье? Смотрите далее в рубрике «Красота». Хороший мастер, как и хорошее ателье в рекламе не нуждается. Такие контакты передаются по цепочке отзывов сарафанным радио, рассказывает наша героиня. Вы можете даже не листать глянцевое издание в поисках бренда «Елены Чувилиной». Но обратите внимание на самарский эстеблишмент. Многие из тех, кто чего-то добился в жизни, предпочитают не хвастаться марками, а заказывать вещи в частных ателье. И вот тогда на маленькой бирочке готового изделия вы прочитаете имя самарского дизайнера. Предположим, в том же масс-маркете или даже в каких-то бутиках можно приобрести вещь, но опять же можно встретить человека, с которым ты можешь оказаться в одних и тех же платьях. Ателье как бы исключает этот момент, потому что делается вещь индивидуально для человека, но все же это какой-то, я считаю, обоюдный творческий процесс. Чтобы с мастером было комфортно и плодотворно работать, должна возникнуть история. Ведь посетитель приходит в ателье с образом или идеей, вокруг которой и рождается волшебство. Это такая, знаешь, история с каждым человеком. Вот, то есть, он приходит, ты должен, ну, как-то проникаешь в его жизнь, в его желание. Хочется понять, с чем он живет, потому что даже каждое изделие, оно для чего-то человека. У каждого свое, и даже у мастера в плотном графике подбора, примерок и передачи готового изделия должно быть время на творчество. Свою первую коллекцию Елена Чувильна представила еще 10 лет назад на «Поволжских сезонах» Александра Васильева. Это было больше из любопытства, что это такое, смогу, не смогу. И потом, эпизодически, несмотря на то, что индивидуальных заказов много, но мне всегда хотелось сделать что-то такое, что, ну, не привязаны к человеку. Порой бывает, ну, какая-то интересная очень ткань, а человек не видит, что из этого может быть, и не рискует себе, например, ее заказать. А когда я делаю какое-то изделие, человек видит и говорит, о, как здорово. И когда это покупается, это еще большее удовольствие. С прошлого года капсульные коллекции стали появляться чаще. Стало больше времени для творчества. Как художник пишет картину, так и новая коллекция начинается с поиска вдохновения. И сейчас я могу уже смело сказать, что у меня команда. То есть у меня есть фотограф, визажист, видеограф. И мы делаем, ну, такие целые фильмы, наверное, даже. Ну, то есть очень красивые. Я продумываю место. В этом есть очень много импровизации. Знаешь, когда на следующий день приходят, то есть я еще только бэк выложу в Инстаграм, и приходят люди и сразу покупают. Это, конечно, необъяснимое удовольствие. Ну, значит, ты попал в точку, значит, ты нашел отзыв в душе. В прошлом году в пространстве Инстаграм Лена нашла работу питерской вышивальщицы. Ей удалось из ниток создать фрагмент картины Мане. Дизайнер поняла, что хочет платье, и заказала вышивку. Вот эта вышивка, которую я увидела в Инстаграме, я сразу заказала вышивку на платье. Я придумала так, что это очень красиво смотрится на коже. В этой коллекции в том числе присутствует и коктейльное платье. Вот, в частности, вот эта блуза, она может как вечерним вариантом, как и повседневным. Это шелк. Здесь тоже повторяется вышивка. Она идет с такими светлыми брюками. Вот здесь, в частности, такой пояс. Мне кажется, он напоминает блики солнца на пруду. Поэтому как бы он здесь тоже не случайный. Завершала коллекцию симфония Мане, как и положено, платье невесты. Как вы видите, здесь нет подъемника. То есть для очень смелых девушек можно одеть с таким плотным бельем. Ну, либо еще есть все равно с ее дополнительной юбкой. Концепция собственного бренда, по словам Елены, заключается в эксклюзивности. Каждая модель делается в единичном экземпляре. В планах от Илье пошив летней коллекции. Лена уже начала отрисовку моделей, вдохновившись новыми тканями в Москве. И обещала, что к маю город непременно увидит ее вторую в этом году коллекцию. В летние месяцы, когда погода располагает и падающие звезды на небосклоне можно рассмотреть как никогда очень близко, хочется чаще бывать на открытых пространствах, сидеть с друзьями на уютных верандах и наслаждаться видом ночного города. С каждым годом у самарцев появляется все больше возможностей интересными стандарта творчески проводить такие вечера. В рубрике «Досуг» мы расскажем вам, как историческая усадьба на Галактионовской и обустроенная для посиделок крыша дома за несколько лет стали центром притяжения нетуристических экскурсионных маршрутов. На туристической карте Самары этот маршрут к исторической усадьбе, расположившийся в глубине двора, обозначился 10 лет назад. Он окутан мистическими историями, облюбован съемочными группами местных телеканалов, востребован локальными фестивалями. Двери усадьбы всегда открыты перед потоком желающих оказаться на нестандартных экскурсиях. Сегодня открывается летняя серия мероприятий на крыше, это экскурсии интересные, увлекательные, это мастер-классы, семинары, это праздники на крыше, это с живой музыкой, с астрономическими лекциями очень интересными, насыщенными, а также будут и вкусная еда, которую я готовлю хозяйкой дома Веры Закрыжевской. Деловая хватка хозяйки усадьбы, знакомство с местными экскурсоводами и широкий общественный резонанс помогли в 2015-м спасти это место от точечной застройки. У городской усадьбы Просковьи Богдановой вместе с появлением здесь музея городских легенд появился шанс быть услышанным. Руководитель агентства нестандартных экскурсий Катерина Ревинская водит группы желающих в музей более трех лет. Программу выстраивает таким образом, чтобы независимо от времени года посетители были заняты интересными историями и мастер-классами. Историческое здание, вообще такое расположение удачное, и музей, и крыша, и мастерская. То есть мы же зимой с крыши с отмени приезжаем в мастерскую, проводим там разные гадания. Самара должна ценить это место, потому что оно единственное в городе. И спасибо Вере, что нам представляет такое возможность здесь побывать. Привычка Веры Закрыжевской заниматься обустройством дома переросла в традицию встречать гостей на открытой веранде. Все начиналось с камерных вечеров для друзей. Сейчас площадка открыта для всех желающих. Она оборудована всем необходимым. Угощения для гостей хозяйка готовит лично. Это очень камерное место, и камерные всегда вечера. Это такой немножко даймашний уют. Это, конечно, не ресторан в тех пониманиях, как сейчас принято. Но здесь я делаю все своими руками, очень стараюсь для людей. Организаторы экскурсий, которые придумывают вокруг исторической усадьбы своей программы, стараются разнообразить вечер. В наше время, когда переизбыток всего интересного, такого, ну, так сказать, популярного, да, то есть каждый может прийти в ресторан, посидеть, покушать. Вот, то есть, а вот так вот на крышу, чтобы вид на город был, и что-то еще какой-то интерактив, это вот возможности не всегда есть. Тем более в летние месяцы, когда и погода располагает, и падающие звезды на небосклоне можно рассмотреть как никогда близко. Именно летом здесь на крыше автор вечеров Катерина Ревинская проводит для всех желающих астрономические вечера. Это даже у нас не вечер, это ночь. То есть мы собираемся в 21 час, когда вот начинает уже, собственно, темнеть. Где можно посмотреть на звезд через телескоп? Вопрос, ответ нигде, да. То есть у нас может. То есть у нас два мальчика стоят, там даже, ну, не мальчика, молодых человек, которые стоят в клубе Астросамар, то есть у нас есть клуб любителей астрономии. И вот, собственно, у них телескопы, их собственные. Здесь прекрасное место, где можно увидеть Луну, звезды. Они рассказывают, очень интересные лекции ведут, и каждый может смотреть телескоп, все сопровождается едой, музыкой. В общем-то, вечер насыщен. На этом все. Хотите знать больше и чаще? Заходите на наш сайт rkterra.ru. Там можно посмотреть все эфиры программы. Всю неделю доступен онлайн на сайте в социальных группах Терры. Пишите. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова